Надежда Скочеленко, мама Саши, сейчас с нами на прямой связи. Надежда, здравствуйте. И, во-первых, спасибо большое за то, что согласились с нами поговорить. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили, потому что для меня важно об этом говорить, конечно. Вы знаете, когда я читала, слушала последнее слово Саши, я видела в этом тексте какую-то надежду. Она взывала даже не к совести, наверное, судьи, а просто к здравому смыслу, к какой-то логике. У вас была надежда, что все-таки вынесут оправдательный приговор? У меня была надежда, безусловно. И это даже вот надежда, она просто, видимо, подкреплялась большим моим желанием. И поэтому я даже в этот день не следила все заседание, как я обычно смотрю все заседание. Я специально занялась другими делами, потому что, ну, вот это вот ожидание для меня было ужасное. Я хотела сразу включить и увидеть, что Сашу отпустили. Вот, ну, я просто это очень хотела. Я понимала, что судья нарушает все законы, ну, не законы, а свои должностные инструкции, допустим, да. Вот, ну, все равно как-то у меня что-то такое было, что она пойдет сейчас вот в эту совещательную комнату, сама с собой посовещается или там ей вдруг кто-то позвонит и скажет, ну, давай уже ее отпустим, хватит, все там настрадались. Ну, как бы вот она уже достаточно наказана за этот поступок. Вот, и тем более, когда Саша произнесла, что вы можете войти в историю, вот так можете войти в историю, вы можете в историю войти как человек, который меня посадил, который как бы вот меня оправдал. И, ну, честным человеком, вы можете войти, грубо говоря, честным человеком в историю. Ну, вот, судья. И многие говорят, как она спит, что невиновных судят. А я считаю, вот, не то, что как она спит, да, а как вот весь мир теперь знает ее имя. И она же вот вчера и сегодня во всех интернетах просто, вот как она с этим живет. Вот это мне непонятно, что все знают, что она сделала вот этот поступок. И это все равно, у кого она там, невиновных, виновных. Но, тем не менее, вот эта мотивация, она никогда, как мы знаем, к сожалению, не работает. Взывать к тому, что вы можете войти в историю как честный человек. Потому что мы знаем процессы, когда судьи вошли в историю вот именно так, как в Сашином случае. И на них это не подействовало. Да. Почему, как вы думаете, в других регионах России за точно такие же акции наказанием был штраф, а тут 7 лет колонии? Это какой-то показательный процесс. Зачем это было нужно? Вот мне вот хочется у всех спрашивать, вот зачем это нужно? Потому что, действительно, по России было 12 акций с ценниками. Это те, которые мы знаем. А те, которые мы не знаем, мы о них не узнаем. Это где были продавцы, которые, может быть, тоже на этой же стороне. Или которые просто не хотели выносить, как говорится, ссоры из своего магазина. Они просто сняли их, да и все. А здесь как-то вот почему-то, я думаю, что за Сашей велось, я думаю, что наблюдение раньше. И вот как ценники эти, они велись такой, ну, вот, как сказать, способом ее посадить в тюрьму. Потому что еще вот был Завьялов в Смоленске, у него тоже было уголовное преследование, заведено дело. Он смог уехать, потому что был на домашнем аресте. А остальные, да, действительно, и в Петербурге в это же время, вот, прям в эту же неделю был задержан врач. Очень хороший врач, реминитолог, с такими же ценниками в каком-то из магазинов. Не знаю, вот, просто вот Саша, как творческий человек, я сейчас вот, ну, как бы тоже много над этим думала, вот, да, мы видим, творческие люди сейчас сидят в тюрьме. Вот эти люди, которые думают и могут научить думать других людей. Да, и чье высказывание сильно. Да. Ну, это, вы думаете, такая акция устрашения для остальных? Вот, нужен был такой процесс именно над одним человеком, который это сделал, чтобы показать, вот, вот, что будет с теми, кто как-то высказывается. Думаю, что да. Потому что даже приходящие люди, вот, поддерживают все ее, которые приходят в суд, вот это вот группа поддержки, совершенно прекрасные люди, которые не боятся ничего, они там тоже отстаивают свои права. И там же тоже во время заседаний было три задержания уже этих людей. И один раз просто неправомерно вот будут тоже на него подавать на этого пристава в суд. Потому что это вот тоже вот это устрашение для тех, кто приходит, вот, вот так вот мы с нами тут сейчас будем поступать. И то, что вот они шантажируют Сашиным состоянием. Это же, ну, как бы, вот Саша улыбается, все говорят, вот, может быть, она как бы притворяется, чтобы показать, что ее не сломить. На самом деле это совершенно искренняя улыбка, она вот заряжается от этих людей. И не только она, любой вот человек, который вот проходит вот такие вот страшные испытания в нашей тюрьме, в этой российской, для него вот эта поддержка, ну, вот это единственная поддержка, что у него есть. И они поэтому пытаются не пускать этих людей в залы, в коридоры. И как можно меньше пустить слушателей во время слушания, все время отказывают остальным туда приходить. Вот, чтобы как можно меньше была эта поддержка, и чтобы как можно меньше они улыбались, эти люди. И они все дальше-дальше оттесняли этих людей, потом оттеснили за дверь просто, вот, чтобы они были за дверью. И они добились этого, знаете, таким вот шантажом. То есть вот когда Сашу судят в клетке, вообще это просто как-то такое безобразие. Эти клетки все давно как бы не используются. Да, как она сказала в последнем слове, как опаснейшего зверя. Да, и кроме того, в эту клетку ей не разрешают с собой брать воду, не разрешают брать лекарства. И чтобы выпить воды, за ней должен прийти конвой и проконвоировать ее в конвойное помещение, а потом проконвоировать обратно. Но это же целый перерыв надо делать. И судья все время отказывала ей в этих перерывах. И вплоть до того, что вот они устроили такой шантаж. Они сказали вот этой группе поддержки, мы не выведем Сашу пить, пока вы здесь находитесь. Представляете, это вот. И у них не было выхода. Они не могли как бы вот Сашиным состоянием стоять и чтобы она не выпила. Потому что она даже сама их попросила через адвоката, чтобы все ушли. И они добились своего. И все поняли, что в следующий раз они уже будут уходить сами за эту дверь, чтобы ее вывели. А один раз просто судья все ушли, и она сказала конвою Сашу не выводить в этот перерыв. Это вот, представляете, это... Ну и что от нее было ждать? Что она не даст... Я вообще думала, что какая молодежь, что всем дала. Вот в ноги прям поклониться, что не 8 с половиной. Я бы не удивилась, чтобы она дала. Потому что прокурор просто вот, он мог бы сидеть дома и даже не приходить в суд. А судья бы справилась самостоятельно вот с этим со всем. Это не такое нарушение. Просто собрано целый талмуд вот этих нарушений. И это все подано коллеге-суде. И по поводу этих нарушений как раз очень помогали, насколько я понимаю, эксперты. И лингвисты-эксперты, и другие, чтобы собрать все эти доказательства. Да, да, да. Это была проделана такая работа. И многие почему-то считают, что вот это... Ну, как бы какой смысл перед прокурором, перед судьей это говорить? На самом деле это не какие... Ну, как бы мы понимаем, что мы... Что вот эти люди говорят не перед судьей, они говорят все перед нами, перед всем миром. Их слова все прочитали, напечатали. И это все останется в истории. Потому что они говорят правду. Они говорят о том, что теперь науку используют, вот, чтобы дискредитировать. Вот это все. И науку дискредитируют теперь. И я очень благодарна, вот, Светлана Дуговика, что она вот смогла прийти и сказать всю правду об этом. Потому что она первая заявила громко, что вот это всю правду сказала. И за ней вот все остальные эксперты стали говорить громко и правду всю. И, ну, это, конечно, прокурор не учел совершенно никаких вот этих фактов, что Саша не виновата. Он просто сказал свою речь, сказал, что она дискредитировала армию. И, как бы, вот, весь народ оскорбился и обиделся на нее. То есть, вот, вот все равно не любит она свою родину. И поэтому она вот это сделала. Но как так можно говорить, да? Человек говорит такую речь о жизни, что миром можно победить абсолютно все. Ну, я вот тоже такой человек. Я не могу вот это все насилие. И считаю, что в наш век, вот, когда можно говорить языком и вообще обо всем, вот это вот, мы же понимаем, кому выгодна война, да? Это уже все деньги. Деньги руководят миром. И вот это верхушки наши, вот эти все, кому выгодна война, они в результате сталкивают людей. И в стране, там, вон, что происходит. И в семьях, и на работе у людей все друг на друга. Это же просто до такой степени народ, как бы, разбудили в людях и ненависть друг к другу. Как так можно? Ну, будили долго, это не только сейчас произошло. Ну, к сожалению, да. У кого, как бы, это зерно где-то там посажено в сердце, оно, наверное, вот теперь и выросло благополучно, к сожалению. Я-то, как бы, вот жила, ну, как мы живем? Мы же видим в других то, что нам, как бы, близко, да? Вот, если я так не могу сделать, я этого и не вижу в человеке. Я вижу то, на что я способна сама. И поэтому, вот, даже когда началась война, я думала, сейчас вот все мы, как вот, начнем говорить вот это, и мы это остановим. Ну, когда я там через какое-то время поняла, сколько людей поддерживают это, ну, в общем, у меня был шок не меньше, чем от самой начала войны. Я даже не могла представить, что столько людей, вот, поддерживают вот этот ужас. Это для меня, для меня это был шок. Хотя я давно живу в стране, я знаю, какие у нас там законы, как это ничего там у нас не работает. Ну, все-таки, как-то в людей я лучше думала о людях, если честно. А как вы думаете, этот процесс окончательно запугает тех, кто каким-то образом хочет высказываться против войны? Или такой индивидуальный процесс на уровне личности и на уровне творческих личностей останется? Вы знаете, вот, как я смотрю сейчас комментарии, и, ну, то есть, люди, нет, они их не запугают. Сейчас вот эти люди, которые поддерживают вот этих, ну, как бы, вот таких политических заключенных, они, наоборот, друг друга стали лучше видеть. То есть, вот, первые полгода люди были большой растерянности. Они пытались выходить, они пытались какие-то действия делать, за которые они получали там сроки, штрафы, неважно. В общем, они были наказаны. Потом они стали уже, ну, вот этот, когда шок прошел, они стали думать, что мы можем делать и как мы можем помочь. Они стали помогать друг другу, они стали помогать политзаключенным. Вот эти вот написания даже писем этих собирать. То есть, вот, вечер политзаключенных, он чем хорош? Мало того, что они пишут вот сообщения политзаключенным, очень, это очень поддерживает, да. Но они же собираются еще вместе. Вот эти люди, они близкие друг другу по духу. Они там могут разговаривать и поддерживать друг друга, делиться. То есть, их все становится больше. И вот на каждом судебном процессе они находят друг друга. Их с каждым разом все больше и больше приходит. И они видят, что они делают очень-очень хорошее дело. И они вот в этом мире находятся, ну, как бы друг друга они находят. И их становится больше. И вот даже вот сейчас после Сашного вот этого приговора, очень многие восприняли это, вы знаете, как личную такую вот. Есть люди, которые они узнали только Сашу вот по этому делу. Это не ее вот прям знакомые. Но тем не менее. Как сейчас себя чувствует, Саша? Каково состояние здоровья? Здоровье разрушается, потому что у нее заболевания, которые не лечатся препаратами, они просто прогрессируют в состоянии. И плюс еще вот эта нервная обстановка, она дает осложнение, сердечная деятельность не ухудшается. Вот за полтора года у нее было проведено два обследования сердечных. И кардиолога фиксировала, что работа сердца ухудшается. Ну, а под селиакей, конечно, там уже все разрушено. Очень, ну, очень тяжелое есть иное состояние. Надежда, а как сейчас можно помочь Саше? Как можно больше говорить о ее деле, придавать его огласке? Какие есть способы ей помочь? Вот знаете, пока нам адвокаты не сказали соблюдать тишину, мы говорим, что да, огласка, это работает. То есть мы слушаем адвокатов. Я очень доверяю нашим адвокатам, потому что они сделали столько важных дел. Это просто невероятно. И поэтому они нам не сказали, что вот давайте сейчас прекратим огласку. Поэтому мы говорим, и мы говорим спасибо, кто говорит и пишет. Ну и, конечно, не только о Саше. Мы хотим говорить вообще о положении заключенных, политиключенных в России. и то, что происходит. Потому что, ну, конечно, вот на примере Саши я просто знаю, что в СИЗО, что в судах происходит. Я не знаю про других. Просто я знаю, что происходит в колониях, и в СИЗО, и других. И я всех прошу, и сама всегда стараюсь делать объявления и про других людей. Потому что сроки неимоверные теперь дают людям. А в колониях заводят на них, пожалуйста, следующее дело. Три человека уже, на трех человек в колонии заведено следующее дело, уже второе. То есть они мало того, что отбывают вот этот срок, и уже у них вторая статья там приклеилась. Поэтому это очень страшно. Если представить, что приговор обжаловали, например, и Сашу освободили, она останется в России? Для нее вообще важно оставаться в России? Не обсуждали мы эту тему, не говорили с ней на эту тему. Вообще не говорили, поэтому ничего не могу сказать за нее. Это вот и будет ее полностью решение, что она, как она решит, так и будет. Она самостоятельная человек, конечно. Надежда, спасибо вам большое за разговор. Желаем вам силы. И вообще всяческая поддержка вам и Саши. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Спасибо.